Хорошая игра, которая до последних минут держала в напряжении две играющие команды и зрители. В принципе, я и вывод своей команды сегодня доволен за исключением одного, те моменты, которые у нас были, моменты, хорошие моменты в быстрых атаках и хватило либо завершающего паса, либо последнего удара, что, собственно, для нас является проблемой на сегодняшний день. Четыре проведенные игры на выезде мы не забили ни одного мяча. А так ребята старались, хотели и играли. Именно играли в футбол. Второй тайм вы видели практически. Мы владели инициативой, территорией. Хорошую группу, за что я ребятам благодарен. Поздравляю Тамбов с победой. Одна ошибка в первом тайме, тактическое неправильное перестроение. Впечатление об игре неоднозначное. Поблагодарил ребят за терпение, за характер, за умение в такую же ору добиваться результата, не проигрывать единоборство. Но победа далась очень тяжело, тяжело с точки зрения физической. Были во втором тайме моменты, когда нужно было забивать второй гол и переводить игру в более спокойное русло. Играли с факелом. С ним всегда интересно, потому что Павел Пентилеевич придумывает интересные ходы. Даже сегодня он перелопатил состав. Мы готовились к одному. Получилось немножко другое. Но, еще раз, первый тайм играли не совсем правильно, не так, как договаривались в случае, если факел выйдет в пять защитников. И сначала было много сумбура, много потерь ненужных. Потом начали находить зоны между линиями. Пошли моменты. Хотелось бы, чтобы реализация была на более высоком уровне. Во втором тайме понимали, что будет сложно. Отдали территорию. Старались играть на быстрых атаках. Но качество этих атак немножко не удовлетворило. Будем над этим работать. Хотя два момента должны были забивать. И Мурнин, и Часовских, безусловно, должны были забивать свои мячи. Что касается... Еще раз. Вы использовали все четыре замены, потому что, вы видели, очень жарко. И факел начал быстрее двигать мяч во втором тайме. И те замены, которые делали, они в основном были для того, чтобы уплотнить игру в средней линии, чтобы не пропускать Воронежцев к своим воротам. Потому что стандарты – это их грозное оружие. Но вроде бы удалось. Хорошо, что дербить Черноземье закончилось в наших пользах. Поедем в следующий раз в Воронеж. Коллеги, вопрос. Можно ли сказать, что сейчас Часовских лучший период в карьере вообще? Задайте ему вопрос. На выигры читайте. Он уже второй матч подряд за победный гол забивает. Вы манчи не слышали? Он ничего не сделал. Он просто делает то, что ему нужно. Нападающий должен забивать голы. В прошлом году он забил четыре, и в этом должен десять забить. Когда десять забьет, тогда будем поговорить про периоды в карьере. Андрей Викторович, после своего с «Зенитом-2» вы сказали, что недовольны качеством игре и верны. Это утверждение сегодня. Еще раз смотрите. Я знаю, во-первых, мало тренеров, которые говорят о том, что недовольны качеством игре, потому что всегда есть, что улучшать. С «Зенитом-2» мы сыграли очень хороший первый тайм, когда должны были забивать три мяча и спокойно заканчивать игру. К сожалению, во втором тайме мы отдали инициативу, и «Зенит» заставил нас много бегать. Мы набегали по 1100 метров скоростной работы в среднем каждый футболист. Чтобы вы понимали, это уровень подлиг у чемпионов. В первой лиге бегают, если по 700, уже хорошо. Это на искусственном поле, на котором мы не тренируемся. Поэтому это получилась очень энергозатратная игра в Питере. И после того, как мы приезжаем сюда, выходим снова в натуральное поле, мы получаем вот такой второй тайм, где не хватает свежести, не хватает резкости. Чтобы вы как-то начали анализировать, почему качество игры не всегда совпадает с возможностями команды. Просто если ты там отдал, напекался, то здесь ниоткуда уже эту энергию не возьмешь. Мы не волшебники, мы ее не можем аккумулировать. Мы ее только восстанавливаем различными способами, тренируем. Поэтому я очень надеюсь, что сейчас у нас будет в следующей игре пара-тройких хороших замен. Плюс у нас мы продолжаем усиливаться благодаря нашему штабу, руководящему. Я благодарен руководителям, что они держат свое слово. Они обещали двух квалифицированных футболистов в конце трансферного окна. Один из них сегодня приехал. Младен Кашеван, тот футболист, который даст нам много качества в середине поля. Это то, что нам остро необходимо. Второе. У нас скоро будет открытая тренировка. На ней мы представим тех пять молодых футболистов, которые начали работать с основной командой. Завтра они будут проводить тренировку вместе. И посмотрим, кого из них можно будет повезти на кубковую игру в Белгород. Предоставить определенную игровую практику. Все зависит от них. Еще раз, мы постоянно на связи. Один из членов нашего тренерского штаба постоянно работает с тренером молодежной команды. Сергей Александрович Перевушин прозвонил. Есть позитивный отзыв о двух игроках. Если они настолько прибавили, насколько говорит тренер молодежной команды, значит мы им дадим шанс проявить себя здесь. И последний момент, который хотел бы посвятить. Мы играем, работаем для болельщиков. По-моему, нас никто пока еще не перейдет. Мы первые по результативности в лиге. Я очень хочу, чтобы 11 числа на встречу пришли люди, которые переживают за команду. И все, что у них есть, высказали напрямую игрокам, руководителям. Там будут все даже руководители стадиона. Мы приглашаем даже руководителя Министерства спорта, Глаусова, который очень сильно нас поддерживает. Чтобы не осталось непонятных вопросов. И мы в зиму вошли с хорошим настроением, с понятием. И вот единым коллективом. Мы, клуб, футболисты, болельщики, спортивное сообщество Тамбова. И чтобы нам к Новому году было хорошо.